Медицина Хакаси вышла на предел своих возможностей. Об этом сегодня говорят и сотрудники больниц, и жители республики, которые обращаются за помощью и часами, а то и сутками ждут врачей. О ситуации в здравоохранении глазами самих пациентов в специальном репортаже Ольги Стельмах. Семья Волобуевых за медицинской помощью обратились еще в начале октября. Заболел отец Евгения. У мужчины появилась слабость и отдышка. Месяц в Абаканской городской больнице пенсионеру не могли поставить диагноз. Не сделали ни одного снимка. Лечили от сердечной недостаточности. В итоге отдали в закрытом гробу. Как умершего от ковида. Хотя экспресс-тест ранее показал отрицательный результат. Официально в выписке значится вирусная пневмония и поражение легких более 75%. При этом подтвердиться или нет новая инфекция станет известна лишь в ближайшие дни. Повторный анализ еще не готов. Впрочем, на главный вопрос сына погибшего медики так и не ответили. Как они утверждают, что он ковидный? Только на основании того, что у него вирусная пневмония. Вирусная пневмония не приравнивается к ковиду-19. На что он нам не ответил? Пишите заявление, через 10 дней получите ответ. Я говорю, я что должен отца сохранить, как собаку, что ли, в мешках и в хлорке. Как это не по-человечески все. Подстраховка или простая халатность? Ясно одно. Сегодня медицина Хакасии работает на пределе своих возможностей. Плановые операции и консультации отменены. Все силы бросили на борьбу с ковидом. Число зараженных растет с каждым днем. Положительных тестов в сутки стало в три раза больше, чем еще месяц назад, когда в день выявляли всего по 40 инфицированных. Сейчас это не меньше 120. Юрий Красов только переболел коронавирусом. Переносил болезнь в легкой форме. Лечился дома. Но с трудностями все же столкнулся. Скорость приезда, скорой помощи. Ко мне где-то на следующий день приехали. Тогда еще не было такого ажиотажа, как сейчас. А сейчас ситуация еще сложнее. И это не скрывают в Минздраве Хакасии. В службе скорой помощи даже не берутся сказать, когда смогут приехать к пациенту. Максимум сориентируют с номером в очереди. Скорую не дозвониться. Я вечером очень долго дочери вызывала. Через службу спасения вызывала. Мне отложку назначили. Сказали, 50 человек в очереди. Это немыслимо просто. У нее температура, ей трудно дышать. Ее все трясет. Состояние, на мой взгляд, ну я мать, конечно, тяжелая. Невозможно попасть на прием. Сказали, при листе она еле ходит. Ей плохо. Дождаться дома врачей, терпения, главное, здоровья хватает не у всех. Это видео с поликлиники Черногорска. Люди занимают очередь к врачу с 7 утра. Весь коридор буквально забит пациентами. Ни о какой социальной дистанции речи не идет. У нас выбора нет. У нас больничное надо продлить. Сидим вынужденно сидеть. Десять температурой сидят. Столько посетителей даже в сезоны РВИ и гриппа не принимала и Абаканская городская поликлиника. Люди часами простаивают возле кабинетов. Нет проблем разве что с вакцинацией. Я считаю, что медицина со всем справляется. Настолько, насколько позволяют им их возможности. Вот я пошла сделать прививку, я там не увидела никаких очередей. Спокойно, спокойно вошла и сделала. Страх за жизни заразившихся близких перерос в панические посты в интернете. В них жители Хакасии просят врачебной помощи. В правительстве же признали, Минздрав не в силах принять и обработать все звонки. Поэтому в республике для обращений создают новый колл-центр. Формируют и дополнительные выездные бригады. Также обещают оборудование для проведения тестов. Однако шансы выжить у отца и многих других пациентов были бы больше, уверен Евгений, если бы оказали помощь вовремя и в полном объеме. У Хакасии было время затишья перед второй волной. Действовать надо было раньше, а не ждать, когда больницы переполнятся. Врачи перестанут справляться, а плановое лечение там, где еще не отменили, не превратится в простую формальность. Если бы 10-го числа сделали бы СКТ, может как-то бы еще бы спасли бы ему что-то. Может у него там 25 было поражений. Они же его отфутболили, изначально отфутболили. Не уверен даже, что подключили что-то ему. Что-то делали, спасали его как-то. Потому что пока ждали результатов анализа, он лежал на каталке, где прием больных. Он там лежал. Сколько я не знаю, минут 15-20 лежал. Не знаю, на кислороде, не на кислороде. Так что я не знаю, как верить врачам сейчас на данный момент. Понимания ждут и от жителей Хакасии. По крайней мере призывают взвесить все «за» и «против», прежде чем обрывать телефон службы спасения при легком недомогании или небольшом повышении температуры тела. Отработка подобных вызовов, их очень много, парализует работу экстренной службы и отнимает драгоценное время. Время, которое кому-то может стоить жизни. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Продолжение следует...